Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. И сегодняшняя рубрика с подругой в ванной я провожу у прекрасной Жени. Женя моя подружка, здесь в Австралии мы познакомились, но Женечка у нас жила в России. Очень интересная девушка, работала 10 лет с глянцем, вог, шейп, бьюти, ши, психологи. То есть всё в индустрии красоты, Женя знает, много путешествовала, была у Далай-Ламы. В общем, просто с девочкой можно поговорить о чём угодно, ну и, конечно же, о красоте. И Женя нам сегодня расскажет о своих мастхэвах, чем она пользуется, что она любит, как она так выглядит красиво. С удовольствием. Ну, как-то так вот сейчас сложилось, что у меня в основном преобладает лапролей в моём, ну, возраст может быть. У Жени, вот что мне очень нравится, Женя, прости, я всегда поражалась. У неё вот лицо светится как будто изнутри, очень гладкая кожа. И, ну, я не могла не спросить у неё, вот как только мы познакомились. Ну, буквально, ну, не сразу, но вот через какое-то время я спросила, чем она пользуется. И она мне, помню, посоветовала и подсадила немножко на Элла Баше. Да, это было, да, открытие моё австралийское здесь, как-то почему-то мне это в России Марка была незнакома, тогда, когда я жила в Москве, она там ещё не присутствовала. Вот, а тут как-то вот я начала там ходить на фейшелы к ним, и мне понравилось несколько продуктов. Вот из моих любимых Hydro Repalp, вот такой вот кремик. Покупала его несколько раз. Да, увлажняющий. Впитывается полностью, то есть моя кожа просто его ест. Вот такой. Вот, очень люблю. У них есть ещё такой бальзам, но я перестала его покупать, он слишком жирный для меня. Ну да, для Сиднея, для жары лучше вот такое что-то очень лёгкое, да? Даже, даже для жары, я бы сказала, это у меня такой зимний крем, это у меня всё равно не для жары. Вот, и я пользуюсь всякими очищающими тоже средствами лобаши. Вот есть вот такой вот гаммаш. Гаммаш. Да. С фруктовыми кислотами он или что? Да, с фруктовыми кислотами, и он с такой... А, с эксфлейшем, да? Да, 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 да. Ага, вот. Здорово. Мне он очень нравится. Мне очень нравится вот это масло для снятия макияжа водостойкого. Это такой travel size у меня. И до макиян тоже вот в таком же travel size присутствует. Я их всегда ссалываю, когда куда-то еду. А вот ещё есть вот такой вот классный тоже для глаз. Такой жирненький бальзамчик. Ой, какой классный. Для глаз и губ. Ну, в основном для водостойкого тоже такого макияжа. Очень жирненький, хорошенький. Вот. То есть вот очищающая рутина у меня такая. О, кстати, про очищающую рутину. Вот то, что я люблю из азиатских бьюти-шопов. Находят какие-то такие... Да, всякие разные смешные штуки. Вот я нашла вот эту угольную губку для умывания. Афигическая вещь. Можно просмотреть. Да. Она всё время влажная должна быть, поэтому у меня такая вот коробочка. И что ты с ней делаешь? Ты на неё наносишь умывательное средство? Наношу на лицо, смываю этой губкой. Потом её моешь. Да, потом её моешь просто. Очень классно. У неё такой немножко... Ну, понятно, что это сорбент. То есть она вытягивает из кожи всякие токсины. Вот. И она немножечко таким пилинговым эффектом тоже. Да. Вот. Я не могу не заметить огромную банку лапрери. Евгения. Скажи. Да, лапрери у меня для всех видов вообще милити-рутины есть. Ой. Вот. Ну, вот этот вот лакс боди-крем честно говоря меня разочаровал. Да? Да. Я люблю, проявлю многие их продукты. Я сейчас их ещё покажу. Вот. Ну, вот этот крем, он не впитывается нифига. Да ты что? Он не впитывается, он скатывается. Сокроль. Да, 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 это из их серии люкс знаменитой. В принципе, сам лакс крим, я его умеренно люблю, скажем так. Мне больше нравится ламер. Я, как будто это вообще, в бьюти-тусовке даже, можно сказать, на два лагеря люди делятся. Или люди ламер, или люди лапрори. Да. Вот, я люблю ламер больше. Ламер, да, 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 да. И злопрори, если продолжать об этом разговор, два моих любимых афигнических продукта. Вот этот вот, без которого я никуда не выезжаю. Хотя, купила его, в общем-то, без особых ожиданий, я не сильно люблю такие продукты. Это комбо для глаз и для губ. Вот такие вот два продукта для губ, я лучше просто не знаю. Это как просто бальзам? Это да, это как просто бальзам, как крем. Даже его вот можно тоненьким слоем нанести на ночь, если там губы прям высохли, потрескались. Утром встаешь просто как младенец. Это что? Да. Они реально офигенные. Все хвалят, ну, многие хвалят бальзам для губ ламер. Ламер? Да, тоже. Ламер как-то меня обошел. Я раньше пользовалась, несколько раз покупала Шесейдер, Бенефианс, Лейб Баун. Тоже мне нравится. Вот, но сейчас у меня вот это вот напорвано. А для глаз это что такое? Для глаз это кремик под глаза, он немножко светоотражающий, немножко увлажняющий. Его даже можно поверх макияжа так. Как хайлайтер как будто бы. Ну, да. Он не как хайлайтер, но у него интересная текстура, как будто воск. У него есть светоотражающий эффект, есть, да. Ага, ну какой. Я, честно говоря, таких не видела. То есть это прямо у тебя хит, ты везде с собой берешь? Да, я вот его с тобой беру, то есть его очень хорошо взять в путешествия. Он такой вот прям вот. Компактный, удобный, да. Даже, даже, вот, я извиняюсь, если где-то там в путешествии, где-то тебе приспичило, вот даже на кутикулу нужно. На кутикулу. Крем для губ прям. Ну, за что? Мега. Да, ну, понятное дело, что на кутикулу как будто не нужно. Ну, если вам нужно использовать с кутикулами. Кстати, если вы еще не заметили мои серьги, посмотрите, какие красивые серьги у меня сегодня. Посмотрите, посмотрите. Это серьги и кольцо. Это делает Женя. Она, когда закончила, ну, когда она решила закончить свою карьеру, сотрудничество с глянцевыми журналами, свою журналистскую карьеру. Человеку стал после 10 лет. У нее было кругосветное путешествие. Знаете, она мне сейчас все это рассказывала. Это вот мне очень напомнило фильм «Ешь, Мэлис, люби». Ну, вот реальная история. А здесь, в Сиднее, она нашла свою любовь, своего мужчину. Очень классный мужчина у нее. Я с ним знакома. Так что, да. И она начала заниматься именно украшениями. У нее было уже до этого дизайнерское образование, аксессуары и обувь, да? Да. И вот, слушайте, ну, я балдею. Они такие, есть брутальные. Вот как вот это, например, кольцо. Оно тяжелое, оно мощное. Такое powerful. Такое сильное кольцо. А серьги, наоборот, очень легкие, нежные. Ну, у нее очень-очень много изделий разных, красивых, сногсшибательных. Я оставлю ссылку под видео. Да, я люблю мемилистичные вещи. Вот это вот тоже мой любимый дизайн. А я не люблю мемилистичные, я люблю такие. Я люблю разные. Видишь, я разные. А вот, а вот. Да, вот, вот кольцо, да. Вот, это мое кольцо с таритянским жемчугом в японском сплаве Шибуичи. Вот мне очень хотелось его освоить, и вот я это сделала. Знаете, я думаю, еще надо сделать рубрику такую с Женей, если она, конечно, согласна, в ее мастерской. У нее тут буквально в соседней комнате мастерска. Я никогда такого не видела. Там пенек, там молоток. И вот эта вот маленькая хрупкая девушка вот реально сама руками дубасит и делает вот это вот все. Ну, это потрясающе. Это классно, да. Это классно. Ну, хорошо. Ладно, я готова это обдумать. Обдумает. А теперь вернемся к Лапрери. К Лапрери, да. Еще один мой любимейший продукт. Покупала он не один раз. К сожалению, говорят, сняли с производства. Вот такой, он называется, похоже, как будто стик. Идротинт, то есть, нет, это не стик, это тональный крем. Он на водной основе, и он прям вот, ну, люблю страшно, короче. Ты сейчас с ним? Сейчас я, нет, сейчас я не с ним. Анти-эйджин. Да. То есть много. ИСПФ-20. 20? 20. 20. 20. И он лег... Ой, так пахнет хорошо. Ой. Да. Я прям в нос себе залезла. Ну и... Сняли. Ну, слушай, ну, у них же много разных тональных. Может быть, какой-то они более совершенствованные сделаны. Понимаешь, вот он не люблю. А вот этот люблю. Ага. А вот. Я вам всё подпишу, все названия, как бы, кому интересно. То есть он реально лёгкий, он реально выглядит очень естественно. Угу. И в то же время... Он перекрывает, если ты говоришь, пигментация есть. Да, да, вот я тебе уже говорила про свою главную возрастную проблему. А вот у меня, особенно здесь в Австралии, из-за того, что солнце очень суровое, мне всё время нужен какой-то санлок, потому что пигментация... Ну, тебе одно и всем нужен. Да, как у человека вот с азиатской кожей мне, как бы, вот мне это нужно, поэтому вот 20, это просто минимальный минимум, который я использую. Да, окей. То есть я ещё и сам ток использую помню. Окей. Вот. Ну, пудрочка Ла Приви Таксяк, я, в общем, без особого восторга. Без восторга почему? Это крем-пудра? Да, ну, это компактная пудра, она достаточно такой текстурой бархатистой, можно сказать, кремовой. Пуховкой я не пользуюсь, я пользуюсь вот такой кистью. Кисть, кстати, отличная. А кисть чья у тебя? Кисть артиста, артист профессиональный. По тональным средствам, от которых вот я сейчас офигеваю, это, опять-таки, закупленные во всяких азиатских магазинах. Вот, я полюбила нежно Бьюти Кушенс, да, я полюбила нежно Ланэш. Я их видела, я их не пробовала. Не пробовала. Мне нравится очень. Хера? Вот тоже мне нравится очень. Ну, вот, это мне очень. Вот, мне нравится Ланэш, ну, вот, дело в том, что тут вот, вот этот вот, который у меня, он считается албиэляющим, то есть против пигментных пятен, как раз, с которыми я борюсь. Вот. Биби. Да. Биби. Вот он продается с запасным блоком, то есть у меня уже он второй. Что меня взбесило, это то, что у них пуховки приходят в негодность, то есть вот здесь была шелковая такая штучка, она просто вся высыпалась. Ну, это же ты тоже можешь наносить кисточкой или... Ну, можно, можно, да, да, я, в принципе, покупаю, опять-таки, в азиатских магазинах, такие пуховки дополнительные, которые можно просто... Ну, это очень удобно и, в принципе, стоит, там, на столе на копейке, и все, и все. Вот. Вот тут вот хороший мини-со, это вообще какая-то трехкопеечная просто... В мини-со, да, там, по-моему, все по 5 долларов или все по 10 долларов. Да, ну... И там рай вообще минималист. Да, ну, это, по-моему, все там типа 18 или сколько-то так. Ну, да, трехкопеечная вот, как бы, да. Тоже, мне нравится, что они солнцезащитные, и вот посмотри, как они прикольно открываются. А, вот так, то есть они у тебя никогда в сумочке не откроются, ничего нет? Да, да, это просто офигенно. Это такая защита от детей. Да, так, а потом это так. Вот. То есть посмотри. Они, конечно, не такие классные, как, допустим, Ланеш, но Ланеш, там, в 10 раз дороже. Вот. Если мини-со. Угу. Да. Слушай, ну, это тоже такой походный вариант. Да, да, да. Просто это, знаешь, может быть, содержимое одно и то же, но тут просто за счет упаковки я не беру дороже. Нет, содержимое разное. Разное. Вот чем мне нравится Ланеш по своей консистенции, он приближается вот к этому водорастворимому Лапрери. То есть он какой-то такой, он дает ощущение такой легкости, несмотря на то, что хорошее покрытие, но он на коже не создает вот это вот пленки. Так вот это, знаешь, как тональные средства бывают, когда кажется, что у тебя лицо вот тут вот заканчивается просто, то есть, ну, какой-то массивный такой. Нет, вот она, она так прям втаивает в кожу, вот эта Ланеш, так очень приятно. При этом ты видишь, что декоративный эффект офигенский. Супер. Вот. Что еще про корейские магазины хочу сказать? А, вот, Ланеш. У меня есть две любимых overnight masks. Ага. На, начни. Вот один из них Ланеш, называется Firmin Sleeping Pack. Вот так вот он выглядит. И ты прямо на всю ночь ее наносишь. Да, и наносишь тонко, то есть она впитывается сразу, не то, что ты там с чем-то ложишься там. Вот. У нее очень прикольная гелевая текстура. Смотри, вот ты можешь там потыкать у нее, и ты поймешь. Ты сейчас покажу? Она как тирамису просто. Да. Она как застывшее такое желе. Да. Ой. Вот. Классный запах, который тебя просто вот всю ночь сопровождает. И легкая, и такая прохладная. Да, да, да. Очень приятная. А что она дает просто увлажнение? Ну, она подтягивающий как бы считается. Ну, мне нравится. Я даже, как сказать, мне нравится даже не то, что эффект, мне нравится удовольствие от кожи потом, когда ты утром просыпаешься. Потому что, и она такая у тебя хорошая. Такая. Ты что? Вот. И еще один такой вот овенайт продукт, ночная маска, из последних, это вот это вот Туласара Авера, которая называется Веддин Маск, да? Свадебная маска. Ну, на, посмотри. Она на основе куркумы тоже мне очень нравится все. То есть мне нравится, как ее наносишь, мне нравится запах, мне нравится эффект. Обеда. Из последних вот, это тоже мой. Да, пахнет очень так органически, очень натурально. Угу. Веддин Маск, что она дает? Улучшает цвет лица? Ну, видимо, она такая, да, такой эффект золушки там утром встал и так далее. Мне нравится. Я сейчас тебе покажу хит, который мне подарили, самому в голову не пришло. Но, честно говоря, я офигела от эффекта. Так, смотри. Акулий жир, пиоплацентарная маска. Так, и что это? Вот, несмотря на совершенно какие-то тошнотворные, значит, названия. Акулий жир и зеленый чай. Или вот... Акулий жир и алоэ. И алоэ. И еще, по-моему, был какой-то акулий жир и какие-то зеленые чай. И ягоды. Ну, в общем, что это такое. Или апельсин, или морожка, или что-то там. Но главное, акулий жир. Да, главное, акулий жир. Слушайте, я была потрясена, честно говоря. Эффекта идти, да. Так сказать, шедевром нашей российской косметической промышленности. Короче говоря, наносишь, и кожа ее прям ест. Вот прям... Моя вот кожа вот прям вот... И так классно. То есть... Да, и потом буквально нам остатки, если мы говорим, ничего не скатывается, ничего не это самое. А, она немножечко... Как пленочная делается эта маска. То есть кожа ее съела, и вот это вот... Вот излишки просто ты снимаешь, и все. Да, да. Вот, очень интересно было. Прям вот у меня... Слушайте, ну, ребят, у кого есть возможность, это Москва. То есть в Москве, я думаю, можно купить вот это. С волосами, пожалуй, все. Я вот уже смотрю на пузыречки. На пузыречки, да. Пожалуйста, да, можешь вот... Не, давай, ты покажи, чем ты сейчас пользуешься, что любишь. Из ароматов. Может быть, мы принесем сюда... А, Серж Лютан? Серж Лютан принесем? Ну, хорошо, давай принесем. Давай. Слава. И... Back to Studio. Да. Мы вернулись в студию. У Жени просто какая-то замечательная коллекция ароматов Серж Лютан, еще и с Поле Рояль. И у меня это было просто... Я вот сегодня к ней пришла, и первая, куда я пошла, нюхать эти ароматы. Да. Расскажи. У тебя, я знаю, было их еще больше. Да. Расскажи. Ну, постепенно, как бы, они, конечно. У меня обшивнейшая была коллекция, также... Эксклюзив Шорнел у тебя была. Эксклюзив Шорнель, да. Я много чего, конечно, когда переезжала, я много чего оставила в Москве, раздавила. Дала маме, сестре, другом, вот, потому что мне невозможно было все привезти. Вот, но с Лютанцем я не смогла расстаться. Из моих самых любимых есть Флёр Доранж. Да. Но он такой зазывный. Яркий, такой мощный. Ты любишь его зимой, летом, когда тебе нравится? Я люблю его летом, я люблю его в Австралии, то есть он очень... Он раскрывается именно вот в таком климате, в горячем, хорошо, да? Да, да. То есть он такой очень прям... Если, может быть, для Москвы он чуть-чуть какой-то немножко такой... Он такой колючий. Колючий, мне кажется, когда особенно холодно, он как такой с иголочками чуть-чуть. Вот. А тут вот он прям... И стойкий он у тебя, скажи? Да, да, стойкий. Вообще все вот ароматы, которые здесь есть, они очень стойкие, офигенно стойкие. Я потом еще покажу тебе мою маленькую, там буквально, по-моему, сейчас два осталось или три, уже не помню. Для путешествий коллекцию, там у меня другие немножко ароматы сейчас. Данцы, покажи обязательно. Вот. Они тоже очень стойкие. Второй любимый... Мьер Дибуа. Лесной мед, да? Я его... Вот его я люблю в холод. И на такие все-таки куда-нибудь на выход. Слушай, по-моему, его даже сейчас уже, наверное, нету в таком... В таком варианте он, наверное, пошел только в эту, в эксклюзивную, потому что я не видела. Вполне возможно. Первый раз вообще я его слушаю. А какие-то ароматы тебе нравятся, которые вот были, и ты тогда не купила, и вот сейчас жалеешь? Именно лютером. Или которые ты отдала, или там что-то. Я жалею о Шанели. Шанель жалеешь? Да, я жалею о двух вещах Шанели. Это Ла Поза и Беш. Я очень любила... Я прям вижу тебя в Беш. Да? Вот. И как бы у Джаби, что я с ними рассталась. Но это были реально очень массивные... У тебя были вот прям... Ну, они большие. Вот. И... А у меня было там 35 пар туфель. Это Оля еще не знает, что я... У меня еще туфли. Она все стоит в Панола Бланек. У нее все так... Вот. То есть я просто не могла. Я просто не могла это все с собой уже уйти. Вот. Дальше. Какой же? Датура Новор. Тоже очень люблю. Но это, конечно, такая вещь и чернее. Да, Датура... Ты сегодня пойдешь к ней? Может быть. С умеренным и репком. Да, она приезжает с одним всего лишь выступление дает одно. Да. Ой, Датура, конечно, это... Да. Колдарство. И очень мне нравится вот эта вот прозрачная ночь. Да, у нее есть без силафон. Угу. Вот. Тоже такой это для меня вечерний, в общем-то, вариант. Он вечерний для тебя, да? Да. Он для меня тоже вечерний. И я его очень люблю на танго. Женя еще танцует танго. То есть очень много. Разноплановая девушка лично. Симфоническая лично. Вот. Из мужских вот Кублакхан. Ну, а ты вообще разделяешь вот это мужской аромат, женский аромат? Нет, не в таком плане. Но вот этим я не пользуюсь. Кублакхан очень любит мой муж, и я им не пользуюсь. А вот, например, вот этот вот Blue Mediterranean, она Кода Парма, я люблю подворолку. Мне он нравится, он такой легенький, и мне нравится иногда его. Да, я понюхаю. Вот. Ой, такой цитрусовый, такой красивый. Да. Очень красивый. Да, мне нравится такой, он очень свеженький и очень приятный. Ну вот, Нарцисса Родригес я тебе говорила уже, не первому Нарцисса Родригес, которого я, увы, как-то немного раздевила. Отошла ты от него, да? Да, мне кажется, он как-то... Нарцисса Родригес футбол. Он как-то изменился. Изменился. Ну, он, конечно, беспроигрышный вариант, его... Да. Ну, знаешь, может быть, знаешь, потому что еще очень он популярный стал. Вот, как это все. Может быть, может быть. Очень узнаваемый. Вот когда-то он казался мне таким необычным, когда, знаешь, много-много... Ну, вообще не было тогда же мускусных ароматов, когда он только пылился, и он казался такой какой-то прям интимный. Развратный. Да, да, да. Такой прям, аж было стеснительно в нем ходить. Да, прям секс. Он прям был... Секс, ну, и все прям такие... Оооо... И мужчины женщинам дарили, и все. Сейчас уже можно найти какой-то другой... Хотя мужской для меня по-прежнему вот на мужчинам, допустим, на мужа, да, он тоже есть. Он, мне кажется, привлекательный. Две тоже таких покупки недавних из Европы привезенные, ну, относительно недавних, может быть, в прошлом году, по-моему, были во флорентийском таком небольшом парфюмерном доме, Аквафлор. В таком старом, где еще консультант предлагает подобрать вам духи, ходил, значит, долго там предлагает вам нюхать всякие разные ноты. Вот я выбрала там такую парфюмер, которая называется Bayer, мне он офигенно нравится, я им пользуюсь вот прям everyday, то есть я каждый день просто я могу встать, зайти, почти зубы побрызгать этим. А что он тебе напоминает, что там за ноты, ты знаешь, что это такое? Ты знаешь, я не знаю, что за ноты, но что он мне напоминает, я могу... Какой-то терпкий мне показался. Могу сказать. Немножко бумагой пахнет, какой-то чернилами. А есть что-то, наверное, там такое, да. Он у меня просто вызывает ассоциации такие очень моложе, но Bayer это вообще как португальское слово. Вот, он у меня вызывает ассоциации и с Сальвадором Дебая в Бразилии, городом, где я была в путешествии, и с Мадейрой. То есть что-то такое вот в нём есть, вот, от этого вот, от этой Лауре Сельвы, такого вот, этого лесореликтового, да. Очень, вот, потрясающе. Напишите, знаете вы этот дом, если что, какие у вас с ним ассоциации. Ну, невозможно описать так, но вот мне почему-то он чернилами, бумагой, и да, страстями, интриги, такие, знаешь, калуарные страсти какие-то такие. Очень классные, очень классные. Вот, мне он заменил мандрагору, аниггю, да? Которую вообще не найти, днём с огнём, или вообще, если она ещё существует, да? Да, по моим сведениям её, по крайней мере, временно сняли с производства, потому что там какой-то ингредиент, да, значит, не вырос так, как надо. Вот, и да, мандрагора была одним из тех редких, редких парфюмов, которые я покупала несколько раз, потому что возобновляла, так мне она нравится сильно. Вот, поменьше на ней в три раза, но вот это теперь моя мандрагора. Очень красивая. Вот, это то, что выбрал мой муж себе. Дон. Да, называется Дон, на самом деле я его тоже один или два раза подворовывала. Ну, тебе-то он, конечно, по-другому бы развелся. Да, да, он не то, что, конечно, такой прям вот маскулин принесли, он такого же плана, какой-то гублохан. То есть, он такой очень тёплый, очень такой прям, понимаешь, да, очень плавальный? Да, понимаю. Ну, тут у меня ещё какой-то почему-то помело или грейпфрут слышится, такой прям, кожура именно вот эта, мягкая кожура. Как тебе кажется? Ну, возможно, да. Ну, это у всех разные ассоциации восприятия, но вот твоя это просто... Да. Ты у меня обыкновенный, у меня обыкновенный аромат, слышите? Обалденно. Вот, ну вот, по профимерии Марии мы прошли. Ага, вот эта смешная, вот эта смешная штука, абсолютно спонтанная покупка, которую я купила в Лаше, когда они начали делать. Вот своей, парфюмерной. Вот так вот называется, называется сам. Упаковка смешная, меня тоже привлекла такая, вот вся органика из себя. А вот, ну, понюхай, я как-то забросила ими пользоваться. Барбарисками пахнет, конфетками. Ну, поначалу они... Чупа-чупсы, него! Что-то происходит, можно? К нам пришли грабители. Да. Что, грабителей не было? Грабителей не было, гориллу понюхали. Ну, на этом, наверное, всё? Да. Вообще, много чего можно посмотреть, это можно день тут сидеть, у Жени, конечно, запасы. Друзья мои, да, у меня запас экспертных мнений. Оля, приходи. Я приду, я приду ещё, я приду ещё. И мы вот реально планируем записать Жене на мастерскую, так, если она нам разрешит, краем глаза посмотреть, и покопаться в твоих украшениях. Хорошо. Окей? Вот, предлагаю спецвыпуск для жары. Вот будет жарко. Для жары? У меня есть что показать для жары. Да, как вам? Для жары. Давайте, для жары. Давайте, всем пока. С вами была Алёнка Блок. Женя. Чао-чао. Пока. 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 Пока.